Как меняется жизнь после удаления части поперечно-ободочной кишки? Практически никак не меняется, так как длина толстой кишки, она порядка где-то 2 метров, длина тонкой кишки еще больше, то во время операции удаляют где-то около 40-50 сантиметров максимум, а чаще всего и меньше, около 30 сантиметров, то в целом той длины кишки, которая остается, достаточно для нормального функционирования. Это практически никак не сказывается на функционировании толстой кишки после операции, поэтому не бойтесь, после удаления поперечно-ободочной кишки качество жизни практически не меняется. Рак среднеампулярного отдела прямой кишки второй стадии, Т3-0М0. Люцеобразная опухоль 5 сантиметров располагалась на расстоянии 8 сантиметров от авруса. На МРТ малого таза небольшой участок минимальной инвазии переректальной клетчатки в правых отделах. Сделана химиолучевая терапия 45 грей в течение 25 дней. Это стандартный курс, так называемый, длинной химиолучевой терапии. Динамика положительная. Выполнена лапароскопическая низкопередняя резекция с тотальным изоректомектомией. Это стандартная операция при раке нижнеампулярного и среднеампулярного отдела прямой кишки. Выведена временная трансферза стома. Это тоже стандартная процедура, когда швы находятся близко к канальному каналу. Для того, чтобы дать им возможность хорошо срастись, то временно отключают прохождение стула через эти швы и выводят временную стому. То есть петлю кишки выше места анастомоза вводят на переднюю брюшную стенку и весь стул собирается в мешочек. По гистологии умеленно дифференцирована аденокарцинома с глубокой инвазией в мышечный слой. То есть это стадия Т2. В краях резекции опухолевого роста нет. Выявлены два небольших структурных лимфатических узла. То есть лимфоузлы без признаков роста опухоли. Это вторая стадия. Согласно генетическому исследованию, выявлена мутация гена КРАС и НСАИ не обнаружена. Как вы считаете, правильно ли выбрана тактика лечения? Надо ли делать химиотерапию, когда можно убрать струму? На мой взгляд, из того, что вы перечислили, я, к сожалению, больше ничего не знаю, но вполне выглядит адекватной и обоснованной та тактика лечения, которая была выбрана. Единственное, что опухоль на 8 см от края ануса – это все-таки достаточно высокое расположение. И чаще всего у таких пациентов мы не проводим в предоперационном периоде химио-лучевую терапию. Особенно, если нет других факторов негативного прогноза. Если опухоль в целом локализована и находится только в пределах стенки прямой кишки, нет подозрительных лимфатических увеличенных узлов, либо с измененной структурой лимфоузлов, что может свидетельствовать о том, что там есть опухолевый рост, то таким пациентам, скорее всего, я бы не назначала химио-лучевую терапию перед операцией. Но такая тактика, она прописана в российских рекомендациях, и поэтому многие онкологи ее придерживаются, и тем не менее назначают химио-лучевую терапию, что, собственно, наверное, и было сделано. Была выполнена, ну, по крайней мере, по названию адекватная операция, то, что было исследовано всего два лимфатических узла. Честно говоря, вот это вот меня больше настораживает, потому что по стандартам той же системы ТНМ, которая международно признанно используется во всех странах мира без исключения, необходимо морфологу изучить как минимум 12 лимфатических узлов из вот той удаленной кишки, которую хирург вырезал во время операции. Почему здесь было исследовано два, это может говорить о двух причинах. Первая причина – это то, что хирург удалил очень мало жировой клетчатки во время операции, и действительно там было только два лимфатических узла. Это, к сожалению, плохой прогностический признак, потому что не только важно удалить, собственно, саму кишку с опухоли, то есть вот эту часть кишечной трубки, которая располагается внутри опухоль, но важно удалить, и вот то, на чем она висит внутри брюшной полости, это брыжейка, в которой проходят сосуды, вдоль сосудов лимфатические узлы, и, в общем, вся та система, о которой я рассказывала чуть ранее, как опухолевые клетки могут попасть к лимфатическим протокам, лимфатические узлы. Очень важно удалять и всю брыжейку, которая относится к этому сегменту больной кишки. Второй момент, почему вот в удаленной препарате нашли всего и изучили всего два лимфоузла, лимфоузла – это, ну, как мы говорим, либо ленивый, либо малоквалифицированный патологоанатом, который выполнял это исследование. К сожалению, очень часто это встречается и не только в нашей стране, что я вижу много гистологических заключений, мне присылают на оценку и на онлайн-консультацию, и на очные консультации ко мне приходят и просят оценить адекватность выполненной операции, приносят гистологические заключения из различных лечебных учреждений нашей страны, и крайне редко я вижу, когда изучено больше 12 лимфатических узлов. И действительно, ну, я очень переживаю, наверное, за нашу онкологию в этом плане, потому что это показывает, к сожалению, очень низкий уровень патологоанатомической службы нашей страны. Я уже ранее говорила о том, что существует такая профессиональная организация Российского общества полуректальных хирургов, и очень давно, еще более 10 лет назад, я вместе со своими коллегами организовывала приезд в нашу страну профессора Фила Кверка, это мой учитель, он не хирург, это очень известный в мире патологоанатом, наверное, самый известный патологоанатом, который занимается изучением и разработкой протоколов, в том числе и по лечению рака толстой кишки, очень глубоко знает эту тему, именно как морфолог, как в том числе и в генетике он разбирается, а сейчас очень активно занимается изучением микробиома. Я несколько раз была и в его клинике, и проходила тоже стажировку у него лично. Он очень такой глубокий, знающий человек, и он много раз приезжал в нашу страну и читал лекции для наших российских специалистов на нашей крупной конференции Российской школы полуректальной хирургии, которую я организую, и много раз подчеркивал важность именно очень правильного и по протоколу изучения той удаленной части кишки, которую хирург удаляет во время операции. Этот протокол был описан порядка, наверное, 20 лет назад. Я лично переводила его с английского языка на русский, и мы просто вот раздавали всем участникам нашей конференции, это более полутора тысяч человек, это хирурги, которые приезжают из разных регионов нашей страны, и затем они уезжают к себе домой, и то, что они получили новые знания и информацию на конференции, они начинают применять в своей практике. И в том числе мы проводили мастер-классы для патологоанатомов, мы приглашали не только хирургов, мы им говорили, что привозите с собой тех патологоанатомов, которые работают в вашей клинике, чтобы мы их научили, это все делается бесплатно, приезжайте, мы их научим, как правильно изучать удаленную кишку, которую вы удаляете во время операции, как правильно писать эти гистологические заключения. Немногие приезжают, и немногие хирурги, они фактически заставляют своих патологоанатомов изучать удаленную кишку согласно этим стандартам. Много разных причин для того, чтобы договориться со своими специалистами, которые находятся и работают вместе с тобой, лечат одного и того же пациента, для того, чтобы действовать скоординированно, и каждому из этих специалистов работать по самым высоким мировым стандартам, требуется, достаточно приложить много усилий, требуется обучение этих специалистов, а самое главное, эти специалисты должны хотеть работать по этим высоким стандартам. Но эта работа занимает реально очень много времени. Я вам даже специально взяла показать протокол гистологического заключения, который буквально недавно мы получили из нашей патологоанатомической лаборатории. Я закрою на фамилию пациента. Это первый лист. И далее начинается, собственно, само заключение. Вот считайте листы. Видите, каким мелким почерком написано? Один лист, второй лист. Это стандартное заключение, которое пишут наши патологоанатомы. То, что я получаю, когда приходят ко мне из других клиник, из других регионов, ну, в лучшем случае, это на половинке листа, крупными буквами, несколько строчек написано. Я вам могу сказать, как изучаются наши препараты. То есть здесь те количество кусочков ткани, которые уходят потом в нарезку, то есть из него берут еще более маленькие кусочки, заливают парафином, формируются так называемые блоки. Потом вот эти вот запарафинизированные кусочки ткани их режут специальным образом на тоненькие-тоненькие полосочки, кладут на специальные стеклышки. И вот уже вот эти стеклышки на просвет изучают под микроскопом врач-патолога-анатом. Так вот, таких стеклышек вот в этом, в этой удаленной кишке получилось 116 штук. Это разные кусочки из кишки. Это лимфатические узлы, которые были найдены. Всего здесь было изучено 62 лимфатических узла. Вот вы себе представьте, посмотреть в микроскопе, 62 кусочка ткани размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, сколько это занимает времени, просто посмотреть под микроскопом, изучить, найти даже одну единичную опухолевую клетку среди нормального числа, нормальных клеток лимфатического узла. Во-первых, это очень ответственная работа. Во-вторых, это действительно занимает очень много времени. И врач должен быть крайне мотивирован, чтобы это делать каждый день по нескольку раз в день. А для того, чтобы приготовить 116 вот этих вот гистологических стекол, до этого проводится огромная работа. То есть врач берет вот эту вот кишку, которая находится в формалине, он вырезает из нее вот эти кусочки ткани, он должен знать, где это делать, в каком месте это делать, сколько таких кусочков нужно вырезать. Потом врач, потом лаборант это все вот проводит через вот эти вот этапы заливания парафином, окраски, подготовки стекол. То есть это по времени занимает очень много времени. Действительно, патологоанатомы должны быть в этом крайне заинтересованы. А кто, как не хирург, может заинтересовать патологоанатом? Больше никто. Само по себе, патологоанатомам это не нужно. Они себе сидят, у них, о, вот так вот работает. Мы очень много путешествуем по регионам, и в том числе посещаем онкологические диспансеры. И когда мы приходим к врачам-хирургам, мы говорим, да, давайте мы научимся делать операции по-новому, да, давайте мы будем делать расширенные лимфодисекции, удалять очень много лимфатических узлов. И один из основных вопросов, с которыми мы к ним обращаемся, мы говорим, да, конечно, мы вас научим, вы будете это делать, а ваши патологоанатомы готовы это все изучать? Они знают, как это делать правильно? Они хотят это делать? И вот тут всегда начинаются вопросы. И когда мы приходим в эти патологоанатомические отделения, городских больниц, областных больниц или онкологических диспансеров областных, и видим этих врачей, у которых завалены работой, обычно таких врачей очень мало, они занимаются изучением всего того операционного материала, который к ним приходит, из разных отделений, это и почки, и печень, и кишки, и все что угодно. И у них определенный рабочий день, у них работа связана с профессиональной вредностью, потому что они работают с вредными растворами, с вот этими сокрасками, это действительно вредное производство. И как бы заставить их делать в 3 или в 4 раза больше работы, чем они делали раньше, это очень сложная задача. И хирургам предстоит большая работа для того, чтобы подружиться со своими патологоанатами, которые с ними работают, научить их это делать. То есть обычно такие хирургические бригады приезжают вместе со своими специалистами, и хирурги идут к нам в операционную, смотрят, как правильно оперировать, а патологоанатомы идут в наше патологоанатомическое отделение и смотрят, как правильно изучать то, что удаляет хирург. И, например, в Японии работа патологоанатома она очень высокооплачиваемая. Изучение удаленной кишки, это оплачивается порядка, наверное, 2 тысяч долларов, получает патологоанатом, за такую кропотливую работу. Потому что, представьте, 116 стекол нужно изучить и написать вот такое заключение. На это уходит очень... Несколько часов работы. А вот, например, сейчас в нашей клинике каждый день выполняется по 4-6 таких больших операций в день. в неделю. Это больше 20 операций, больше 20 вот таких вот препаратов, операционных должны описать наши патологоанатомы в неделю. Умножить на количество, на, я не знаю, 6 часов на каждый препарат. Это просто какая-то гигантская работа. Поэтому многие хирурги договариваются со своими патологоанатомами буквально на возмещение всех тех затрат и трудовых затрат, с которыми связана их работа. Сейчас появилось несколько таких сетевых... Есть сетевые клиники, а есть сетевые лаборатории, которые в том числе занимаются изучением, патологоанатомическим изучением того, что удаляют хирурги во время операции. И многие из них работают на действительно высоком уровне. Но стоимость такой работы, а это просто какие-то достаточно большие деньги, она превышает там 20, 30, 40, иногда 50 тысяч рублей. Это сопоставимо с теми затратами, которые тратятся в Японии на оплату работы патологоанатомов. Но это реально те деньги, которые должен получать врач за такую огромную работу. Хирург тратит много усилий, хирург тратит и использует свои умения и навыки, которые он зарабатывал годами, которые он зарабатывал в международных стажировках, тратя на это и свое время, и свои деньги в том числе. И если все то, что он делает высококлассную работу во время операции, оно пойдет прахом, и вот будет заключение, что удалено два лимфатических узла, и у них нет метастаза попухоли, это, конечно, трагедия. И высококлассная хирургия невозможна без высококлассной патологоанатомического исследования. В общем, такой длинный монолог. Наболела называется. Так. Поэтому, возвращаясь к вопросу, тактика лечения, на мой взгляд, в целом правильная. Она соответствует клиническим рекомендациям. Меня волнует, что изучено всего два лимфатических узла. Если действительно это правильно установленная стадия, то химиотерапию делать не нужно. Убирать стома можно после того, как подтверждено, что анастомоз состоялся, что нет несостоятельности, и прям как только это исследование выполнено, можно делать конструктивную операцию. Вернее. С 확인 well. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...